Сила сражаться в битве передаётся от мужественного человека. И если у человека не было такого мужественного человека рядом, а он потом идёт в битву, он не имеет силы победить. Она передаётся от того кого-то, кто может побеждать. А надо верить в этого человека, чтобы побеждать. Таким человеком был Суворов. У него была сила. Он был клюпенький, слабенький человек внешне. Но у него была сила побеждать. Люди в него, когда верили, они шли и побеждали. Система только так работает, по-другому никак не работает. Я не привожу из истории Израиля примеры, потому что я её не знаю до конца. Я могу сказать, допустим, я в какой-то степени понимаю, кто такой Моисей, как он провёл свой народ, как море раступилось. Я это всё знаю. Можно привести этот пример точно так же. Чего они за ним пошли, там туда, в воду? Она потом раз пошла расходиться. Это же парадокс. Весь народ пошёл в воду, а там вода и вода. Чудо. У него была сила знать, что это произойдёт. Он знал, что так всё произойдёт, поэтому туда и пошёл. А они знали, что у него есть такая сила. Вот и всё. Два этих совпадения дали такой результат. Люди, когда некуда возвращаться, когда людям некуда возвращаться, они просто умирают, и всё. Они идут в воду. От Бога он получил такую силу. От Бога он получил. От Бога. Прямо от Бога, да. А мы не знаем, потому что человек живёт не одну жизнь. Я вам сейчас одну вещь скажу. Когда человек получает аромат отношений с Богом, этот аромат неуничтожим. Он не растворяется. Вот мы, допустим, можем потерять память о прошлой жизни. Она может потом вспыхнуть, прийти назад. Знаете, я изучал эту тему, молился Богу. Узнать о своей прошлой жизни. Я как бы читаю об этом лекции, но я ничего не знаю об этом. Мне было стыдно. Я молился, молился Богу, и тут я заснул. Ночью сплю. Сплю и вижу прямо сны про свою жизнь. Я думаю, ничего себе, классные сны. Вот я вот это вот в жизни делал, и это в жизни делал, и это в жизни. Вот моя жизнь, я смотрю сны про неё. И потом в середине ночи обнаруживаю, что в моей жизни, вот в этой, этого всего не было. И я судорожно начинаю всю свою жизнь вспоминать во сне, чтобы совместить то, что я увидел, с тем, что я сейчас живу. И я увидел, что это несовместимо, что та жизнь, которую я точно помню, это моя жизнь, как будто как сейчас я живу. Но это не сейчас было. Понимаете или нет? Бог мне показал, вот твоя жизнь прошлая, пожалуйста, смотри. И в этот момент, когда я это увидел, я спросил, господи, а будущее? Человек не может остановиться, ему надо дальше. Я вижу через 400 лет огромные здания, какие-то вертолёты. Люди едят какую-то непонятную пищу, без природы совсем, какую-то искусственную. У них какие-то в мозгах там вообще просто заморочки. И я говорю, господи, не надо, я не хочу этого всего. Он тогда говорит, а если ты этого всего не хочешь, тогда углубляй отношения со мной. И на следующий день я сел утром, вот теперь слушайте внимательно, это самое главное, что я вам хочу сказать. Я сел утром, начал молиться искренне своему наставнику, кланяться ему в ноги. Потому что к Богу может прелиться только через старший. или только через Священное Писание, или только через Святое Место. Всё зависит от того, на что ты заточен. Я вот на это заточен. Я кланялся, кланялся, думал о Боге, молился. И в этот момент я увидел, Бог мне дал ещё одно видение. Я увидел, как моя следующая жизнь тает, начала. Она начала уменьшаться, как будто бы вот как, это было явно, а стало таким более призрачным. Но очень медленно, знаете, как по песчинке песок капает. Вот так вот. Просто так на будущее. Где мы будем жить? Зачем? Разберитесь в этом вопросе. Для чего нужна эта жизнь? Может быть, она не для того нужна, чтобы здесь всегда жить? Может быть, здесь будет непригодное место скоро для жизни? Мы ничего не знаем об этом. Нужно всё изучать через отношения с тем, кто знает. Продолжение следует...